Продолжение следует... Я вчера вечером узнал о том, что я здесь сегодня с вами. Взял презентацию, которая к этому моменту была не только готова, но и отправлена. И за это я прошу второй раз у вас прощения, потому что слайды делал не я. И по непонятным мне правилам, а раз это делал не я, значит это плохо. Но главное же контент, да, не слайды. Поэтому я надеюсь, вы не будете разочарованы. Но время от времени я буду говорить поперек слайдов. Ну как бы я думаю, это нормально. Начну прямо сейчас, я буду говорить поперек вот этого слайда. Вот, это слайд хвостовства. Саша Бодров, коммерческий директор, конечно, он не мог не похвастаться компанией. Мне кажется, что из этого слайда нужно понимать только одну штуку, что Astra это крутое такое агентство, классное, вообще старое, уважаемое. И еще вторая мысль, что мы вот, мы же, находясь здесь, не могу этого не сказать. Сейчас, поперек вот этого слайда, елки-палки, он же следующий, вот этот слайд, я про него говорю. Что мы клевые, крутые. И вот сертифицированные партнеры Bittrex, я надеюсь, что горячо любимые, давние. Вот, ну, как бы, я привязался к выступлению, к тому форуму, на котором нахожусь. Окей, а за вот эти вот 12 лет, что мы на рынке работаем, естественно, мы перепробовали кучу всяких штук, но запускали кучу всего. Там пара собственных продуктов, которые не взлетели. Мы точно так же, как Тренет рассказывали, поглощали бизнес готовый. За эту историю пару лет назад я получил косяк года на одной из конференций. Вот, там, пяток агентских направлений деятельности, которые в основном взлетели. В общем, до черта всего. Я хочу рассказать вам про один кейс и внезапно про кейс, который взлетел. Так тоже иногда бывает. Причем деятельность, не связанная, собственно, с нашим основным агентским бизнесом. То есть это не продукт, это не агентские услуги, это нечто совершенно другое. И это, собственно, школа. Школа АМПРО. Собственно, появилась идея в какой-то момент, мы хотим школу. Было это года три назад примерно, даже с небольшим уже. То есть появилась как навязчивая идея, надо делать школу. А зачем делать школу? Ну, понятно, что любое агентство испытывает дикий кадровый голод. Я думаю, любое диджитал агентство испытывает кадровый голод. Не хватает специалистов, давайте их готовить. А еще не хватает клиентов, квалифицированных, понимающих, что такое интернет-маркетинг. Давайте их тоже будем готовить. Вообще, давайте всех научим, как правильно вообще заниматься маркетингом, как правильно делать сайты на Битриксе. Ну и не только. Надо всех научить. И первично мы ставку, собственно, делали на аудиторию именно молодых специалистов. Давайте мы их научим интернет-маркетингу, как правильно. Ну, а во вторую очередь уже, собственно, давайте зайдем на клиентскую сторону и научим, станем готовить квалифицированных заказчиков. Такая вот была идея, чтобы они понимали, что хотеть. Потому что хотят они обычно странного. Да, там каких-нибудь позиций, например, в поисковой системе они хотят зачем-то. Они же денег на самом деле хотят, но просят какой-то ерунды. И получилась очень любопытная штука, что буквально через несколько месяцев деятельности школы стало ясно, что вот второе – это гораздо важнее. То есть вот готовить квалифицированных заказчиков – это гораздо более важная, полезная деятельность, чем готовить молодых специалистов, как ни странно. Почему? Ну, потому что есть сложившийся рынок учебных заведений, которые готовят молодых специалистов, а молодые специалисты тоже не хотят учиться комплексному маркетингу. Понимать, что маркетинг в интернете – это прежде всего маркетинг, а потом уже в интернете. Они там инструменты хотят учить, хотят там учиться верстать, как бог. А для этого всего есть уже школы. А вот школ, которые научат заказчика быть квалифицированным, их оказалось нет. И поэтому, собственно, в конечном итоге самой главной задачей школы стала развивать рынок на стороне заказчика. Такая немножко парадоксальная мысль, из этого родился, в общем, довольно парадоксальный бизнес. Собственно, кто сейчас аудитория школы? Ну, вот эти самые люди на стороне заказчика. Это либо руководители, которые, собственно, хотят понимать, куда двигать бизнес с точки зрения маркетинга. Там плохо понимают, что там с точки зрения маркетинга происходит в сети. И им нужны какие-то комплексные, с одной стороны, с другой, понятные им решения. То есть они хотят понимать, что будет происходить и где бабки. То есть где лежат бабки в том, что вы делаете. Вот, собственно, чтобы они понимали, где лежат бабки, мы их учим. Как эти бабки, собственно, искать и как их требовать подрядчика. Вторая по значимости аудитории – это маркетологи. Собственно, опять же, на стороне заказчика. Ребята, которые шарят в маркетинге, не шарят в интернет-маркетинге. Им нужно объяснить, как вот то, что они изучали про котлера, перекладывается на инструменты в интернете. Ну и, собственно, как такой подкласс всех этих ребят. Это частные предприниматели. Это ребята, которые и маркетологи, и руководители, и там сами пытаются что-то настраивать, какую-то контекстную рекламу. И они пытаются колбаситься в этой области и не понимают, как это делать. И в этом смысле мы их даже не воспринимаем, как там потенциального клиента, агентства. Но просто ребятам надо помогать, надо их научить хотя бы каким-то азам. То есть, что с этим делать? Куда двигаться дальше? Сдать вектор развития, сдать вектор движения. Собственно, как мы этот проект запускали? Ну, предварительно мы… Мы же про маркетинг, Поэтому предварительно сделали аналитику, проанализировали рынок, поняли, какая у нас целевая аудитория в итоге, создали некую коммуникационную платформу на эту аудиторию, разработали кучу маркетинговой… Ну, айдентику в частности. Мы даже за три года с начала проекта успели один раз ребрендинг сделать, полномасштабный. Ну, короче, чем бы дитя не тешилось. И, ну, забавная такая штука, что в процессе аналитики мы узнали много нового, и самая главная мысль, которая пришла по итогам аналитики, этот бизнес не жизнеспособен, он не взлетит. Это невозможно. Нет рынка, нет спроса, нет понимания услуги, нет навыков у нас внутри как-то делать. Это не заработает. Но идея фикс есть идея фикс, поэтому мы будем делать, а там посмотрим. А поскольку нет квалификации внутри, нет компетенции, некому эту компетенцию развивать, в общем-то не очень важно на самом деле, кто этим будет заниматься, придется все равно учиться. Поэтому, собственно, мы сделали ставку с точки зрения кадров на стажеров. То есть мы взяли руководителя, который что-то знал про инфобизнес, и команду стажеров, которые начали в процессе учиться вместе с агентством, как вообще делать весь этот бизнес. Ну, как бы такая, да, минимизация расходов на старте с одной стороны, с другой стороны, а все равно как бы ресурса хорошего нет, взять негде. И то же самое с точки зрения минимизации расходов на старте, мы решили, что, наверное, будет глупо создавать некую инфраструктуру, офисную, там какую-то еще, открывать юридические лица под это дело. Мы вот выделим уголок вот здесь, и вот тут будет жить школа. И там, собственно, сели руководители со стажерами и начали, собственно, фигачить свои дела. Вот. И, в общем, это оказался правильный путь, потому что, собственно, эти, даже люди эти в таком составе с такими ресурсами кормить себя стали далеко не сразу. Вот. Тут мы молодцы, потому что, в общем, иначе бизнес бы загнулся гораздо раньше, чем начал бы что-то показывать. Окей. Что касается каналов коммуникации, раз у нас есть стратегия, значит, мы понимаем, как, собственно, этот проект двигать. Запилили сайт, перепилили сайт, третий раз перепилили сайт. В общем, на самом деле, сайт АМПРО, точка ПРО, это вот такой, как бы, основной канал, через который мы стараемся работать, и на него уходит достаточно много внимания и ресурсов. Кроме этого, естественно, есть каналы, там, медийные, social media, YouTube канал, которые являются каналами распространения контента, основными, на самом деле. Понятно, что наша аудитория не ходит к нам на сайт, чтобы контент потреблять, а они его употребляют в своей естественной среде. Ну, и очень важной частью работы стала, это, собственно, партнерская сеть, ребят, с которыми мы начали совместно это дело развивать. Тут же очень важная мысль, что мы не планировали, что это будет там школа Астры, да, и брендинг у нее не астровский совершенно. Эта идея была запустить отдельную самостоятельную штуку, которая развивает рынок. И это вот больше такая, как бы, миссионерская деятельность, да, чем коммерческая. Поэтому было достаточно легко устанавливать партнерские отношения, в том числе в проекте активно участвуют и другие агентства, которые являются нашими прямыми друзьями-конкурентами. Но школа – это некое общее дело, которое помогает рынок развивать на стороне клиента. И, похоже, я попал в волшебную кнопку. Собственно, что было самой большой проблемой в работе над этим проектом – это отсутствие рынка. Ну, об этом я уже упомянул. На стороне заказчика нет спроса научиться делать маркетинг. Вот, как бы, понимать, что делает агентство. Вот его надо формировать. И получается, что перед нами стояла задача осчастливить людей знаниями, помимо их воли, за их же бабки. Да? Ну, нельзя такую задачу назвать легкой. Вот. Поэтому, собственно, как бы удовлетворять спрос совсем не то же самое, что его формировать. Это совершенно другая задача. Мы, как маркетинговое агентство, отлично умеем работать со спросом, а вот как бы формировать спрос – это как бы задачка такая достаточно новая, и была достаточно… ну, она была другой, скажем так. Как следствие, поскольку нет спроса, нет клиентов, да, где их брать непонятно, да, то есть, как бы, никакой силы бренда за этим не стоит. Ну, конечно, агентство помогали, участвующие в проекте и Астра, и там другие ребята с точки зрения привлечения неких лидов. Но это всегда все это поштучная такая работа, да, то есть вот этим ребятам мы рекомендуем пойти в школу, и они рекомендуют. И так, видишь, мы группу какую-то наберем. А когда нет клиентов, то нет экспертов. То есть, а зачем я пойду в какую-то школу, в которую никто не ходит, чего-то там преподавать, да? А денег платят? А что так мало платят, да? А больше нету почему? Ну, потому что клиентов нет, да? И в конечном итоге, ну, вот были сложности? Да, это была одна сплошная сложность. Нет спроса, нет клиентов, нет экспертов. Что с этим делать? Ну, собственно, что мы с этим делали? Значит, мы поняли, что нужно делать ставку на бесплатные форматы учебные. И до сих пор, вот уже сейчас, сколько времени прошло, до сих пор на одно платное мероприятие у нас приходится где-то 3-4 бесплатных, где мы, собственно, рассказываем о том, что там будет происходить. И не просто будем рассказывать, там, зазывать, да? Это не рекламные мероприятия, а это мероприятия, где мы даем людям какую-то ценность. Мы показываем им пробник, да? Тех знаний, которые они получат в рамках школы. То есть очень много этих бесплатных мероприятий проходит. Это вечерние семинары, бизнес-завтраки, это какие-то онлайновые мероприятия, там, вебинары и так далее. Ну, то есть, короче говоря, это неприбыльный бизнес. Если вы думаете открыть школу, и при этом вы не в сфере инфобизнеса где-то находитесь, вы агентство, еще подумайте, а потом еще три раза подумайте. Но, тем не менее, эту сложность преодолеть получилось, потому что, собственно, появился в какой-то момент сарафан, появилась уже какая-то известность, растущие каналы. В конечном итоге, собственно, там, процесс пошел. То есть клиентский поток стал появляться. Ну, а с экспертами оно дальше стало легче, потому что, собственно, показывая клиентскую базу, показывая отзыв, показывая имя, которое у школы появилось, мы, кроме того, упаковав как следует все наши учебные материалы и продукты, мы смогли привлекать действительно серьезных ребят, которые сказали, да, вы делаете классные штуки, я хочу участвовать в этих классных штуках, потому что я тоже классный. И так постепенно мы начали привлекать уже и каких-то сторонних экспертов, помимо экспертов самой Астры, там, и каких-то просто безбашенных ребят, которые за идею готовы развивать рынок. Стали появляться уже какие-то и в том числе, например, привлеченные спикеры со стороны клиентов, да, то есть каких-то крупных рекламодателей. Вот. Итого, что есть сейчас? Ну, собственно, сайт школы, блог, там с кучей статей, видеоуроков, канал на YouTube с двумя тысячами подписчиков, это, конечно, там не какой-нибудь Ариинет, но, тем не менее, да, база все-таки. И постоянно растущая эта база. Собственно, ВКонтакте, рассылка регулярно открываемая, читаемая. То есть сейчас проект, спустя уже достаточно, ну, вот полтора года после перезапуска последнего произошло, вот за полтора года удалось вот таких результатов достичь. Сейчас же можно сказать, что проект стоит крепко на ногах, что школа действительно развивает рынок, она дает клиентов и Астрии, и не только Астрии, и другим агентствам. Видно, как уровень грамотности на стороне заказчика в Питере потихонечку подрастает, это чертовски приятно. В общем, колбаса на выходе есть. Ну и, собственно, какая колбаса? Колбаса такая, что это цифры. Ну, я думаю, вы почитаете, я не буду же их зачитывать со слайда. Чего я? Ну и, наверное, самый главный результат, которого здесь нет, школа на… есть такое сообщество, петербургский цифрагент «Специя». В этом сообществе мы состоим в Когнинационном совете, как Кастро. А школа М-Про участвовала в номинации прошлогодней как драйвер рынка и заняла почетное второе место. Это значит, что есть к чему стремиться. Но, тем не менее, это все-таки какое-никакое признание от рынка. То есть агентства признали, что этот проект действительно способствует его развитию. Это круто, это замечательно. Такой вот получился проект. Никто не верил. Ладно, ну я не знаю, никто, наверное, кто-то верил. Но вот я, как человек, который им занимался с первого дня, один из идеологов всего этого дела, я не верил. То есть я занимался, но не верил, что эта штука взлетит. В конечном итоге это действительно успешный проект. Он не является коммерчески успешным проектом, но в этом, собственно, и не состоит его цель. Самое главное, что он делает мир чуть-чуть лучше. Для этого он и существует. На этом, наверное, закончу. Открывайте приложение мобильное, задавайте туда вопросики. Буду на них потом отвечать оттуда со стула. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...